Добрый вечер, меня зовут Алла Точилкина и сегодня мы начинаем цикл экскурсий по дворцу культуры Станкомаш. Сегодня у нас экскурсия называется дворцовые тайны и мы приглашаем в семейную компанию всех взрослых всех наших детей для того чтобы узнать о тех тайнах которые заключается в нашем здании, которое почти 10 тысяч квадратных метров. Проходим с нами в фойе, пойдемте. Пошли быстрее! Дворец культуры Станкомаш распахнул свои двери в 1948 году. 10 тысяч квадратных метров, а это на 4 тысячи меньше, чем у Челевинского театра драмы. Впечатляют не только масштабы, но и богатые интерьеры сталинской эпохи. Красные ковровые дорожки, бархат, мрамор, золотая лепнина и одна из самых больших концертных площадок со зрительным залом на 800 посадочных мест. Сейчас в стенах Станкомаша действуют 11 кружков для детей и взрослых. А сейчас мы поднимаемся на второй этаж. Там сейчас идут занятия ансамбля спортивных бальных танцев Виктория, руководитель Виктория Тарасенко. Обратите внимание, что на сегодняшний день интерьеры сохранены практически в первозданном виде. Все, что вы здесь видите, это действительно предмет охраны. Юрий Владимирович не даст нам соврать, что это очень кропотливая большая работа, потому что сейчас в течение нескольких лет мы будем, кроме того, что обследовать состояние памятника, мы будем разрабатывать проектно-сметную документацию, потому что необходимо будет сохранить памятник в таком виде. Кроме того, при приспособить его к новым, сегодня к условиям 21 века, оснащить необходимым оборудованием, безопасным оборудованием, ну и, конечно, сделать его комфортным. Сейчас мы идем за кулисы. Это святая святых, там артист. Отрывок из спектакля идет. На сцену выходят только люди, которые прошли инструктаж по технике безопасности. Всегда обращаю внимание на удивительную люстру, которая находится в нашем зрительном зале. Это, на мой взгляд, самая большая и красивая люстра у нас в Челябинской области. Во-первых, сохранилась розетка еще того периода, это 50-е годы. Цветовая гамма немножко изменялась, естественно, ее ремонтировали. Часть было элементов заменено, в том числе и подъемный механизм, естественно, патроны для лампочек. И сейчас она горит неполным таким объемом, потому что необходимо будет эту люстру красавица опустить, а это достаточно тяжелое оборудование, затем привести все это, отремонтировать и контакты, и патроны для ламп, заменить, помыть. Потому что хрусталь уникальный. Это вот как раз та самая люстра, которая находится здесь в 50-х годах. Кроме того, эгоэросценический круг, который сейчас закрыт линолеум, там внизу есть круг при помощи механизма. Причем механизм 1937 года. Он просто в очень хорошем состоянии. Люди, которые эксплуатировали его, люди, которые занимались сценической площадкой, до сих пор к нему относятся очень бережно, трепетно, его хорошо профилируют, и он в прекрасном состоянии. То есть сцена может быть, как в любом прекрасном театре, поворачиваться на 360 градусов, и декорации могут меняться, и эффект чуда театрального, естественно, является всем зрителям. Занавес, который сегодня вы видите, это занавес 1985 года. Потому что, естественно, каждые 30 лет ткань, она всегда шьется очень многослойной, потому что он очень тяжелый, в нем находится не только бархат, который специализированный для занавеса, это очень прочный, толстый материал, который и звука, и светопоглощающий. Когда опускается занавес, зритель не видит, что происходит на сцене, а там 150 человек одновременно начинают демонтировать декорации, строить новую декорацию, выходить на сцену, готовиться, открывается занавес, и появляется чудо. И не слышит зрительный зал, что происходит на сцене, и артисты, и технические службы могут спокойно работать. Самое главное, что хочется подчеркнуть, что в этом году Дворцу культуры Станкомаш 75 лет. Это очень красивая дата, мы очень дорожим своей историей, потому что действительно есть, что вспомнить, и есть, чем гордиться. Самое главное, что дворцовые истории и дворцовые тайны, они должны продолжаться. Сейчас ваше время. Создавайте свои тайны и дворцовые истории.